Я вам хочу сказать большое спасибо. Не стреляй, и ты будешь настоящим героем. Я только реагирую на то, что происходит, и когда я не могу молчать. Субтитры создавал DimaTorzok С детьего года, но я с рождения, конечно, тоже здесь вся семья жила. Здесь было много, жило 6-7 человек. Навременно так постепенно все, кто умер, кто разъехался. Сын мой умер в 2009 году от туберкулеза, а внучку спасли. Внучку дало успеть. Большое фоно. Не ожидалось, чтобы такое вообще произошло. Как бы успокоительное для людей, для всех слоев общества, как бы собирание черной рябины. Как бы черная рябина помогает от давления. Вот такое название будет. Или покаяние тоже можно назвать. Люди все осознают все свои грехи, недостатки и поступки плохие. И вот черная рябина, она их как бы немножко успокаивает и дает им возможность покаяться. А вот это вот для сегодняшнего состояния, вот это больше всего подходит. Я вижу много... Я ничего не сочиняю. Я только реагирую на то, что происходит, и когда я не могу молчать. Если ты молчишь, значит, ты поддерживаешь. Что это поддержка этому злу. Вот так разогну. Надо взять маску на всякий случай, да? Подойти не дадут, а здесь можно попробовать потолще постоять. Добрые силы и умные, молодые, они есть. Они очень переживают и пытаются найти какие-то способы, чтобы не попадать в эти автозаки, и огромные штрафы не плачивать. И вообще уже изгоняют и из институтов, и с работы могут даже уволить. У меня-то гораздо легче. Это положение, что я уже на пенсии, и со мной трудно что-либо сделать. Здравствуйте. Это ваша картина? Моя картина. Спасибо вам большое. Скажите. Спасибо вам за то, что вы выражаете свою гражданскую позицию. Спасибо вам. Да. Вы понимаете. Я, слава богу, уже с 2002 года перебывала там во многих отделениях. Знаю, это сейчас они уже меня так не забирают. Прямо просто предотвращают акцию и отвозят даже. С меня и штрафы уже нечего брать там. И так у меня было уже два года, как половина пенсии сокращены были. Мягко говоря, 6 тысяч. И потом в милиции разные есть люди, которые тоже сочувствуют и как-то стараются помочь. Скорая-скорая вызвонили. 10 минут назад, пока не приезжают. Хочете, какие-то навыки, может быть, имеются у вас? Что такое вот? Два человека, им плохо. Они лежат. Один уже синий. Пройдемте. Два же там. Пока. В любом учреждении есть люди, имеющие другое мнение. Как же за счет этого еще и живем. Не стреляй, и ты будешь настоящим героем. Потому что в данной ситуации это геройство. Отказаться выполнять преступные приказы. И некоторые это так уже и сделали. Сейчас милиция меня бережет. Я вас не могу обнять, сожалею. Не надо. Пандемия, пандемия. Я не тренирую. Это будет провокация, наверное. Я вам хочу сказать большое спасибо. Мы все в одной беде. Не надо, не надо, не надо. Это опасно. Потому что мы просто живем, наверное, на пороховой бочке. Пожелать президенту другой путь выбрать. Не желаю я никакого другого пути. Я просто не желаю этого президента, что надо немедленно всех выбирать из власти этих людей. И вот это то самое страшное, что так опозорили Россию, которую ценили многие в мире. И вечно вот наша власть это опозорит. Правильно. Очень правильно. Очень правильно. Вот вы... Молодец. Хотя бы у вас есть гражданская позиция. Правильно. Молодец. Хотя бы правильно. Правильно. Буквально слушала и буквально вот успела записывать, какие были намерения еще в 2014 году. Вот как они пойдут и каким образом они будут побеждать. Что... Послушайте меня. Вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан. И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей. Которых... За которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине. Вот такие вот провокационные мысли уже с самого начала были. В рай всех посылают. Просто в рай умереть за Путина. Умирали за Сталина. Вот в Великой Отечественной тоже. За Родину. Из окопов выскакивали некоторые, кричали. И за Сталина. А теперь мы должны так же за Путина. Вот это вот все ужасно. Вот это страшно просто. И это, конечно, должно измениться, чтобы спасти Россию. И если это не поменяется, то я уже, не знаю, откажусь от своей Родины. Уже я к ней не буду принадлежать. Но жить никуда все равно не уеду. Буду здесь умирать. Как получится. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ